Китай всегда разыгрывает многоходовые партии, госпожа госсекретарь. Когда мы придем за вами, то не будем прибегать к ракетам и кибератакам. Мы просто вытесним вас. Это официальный текст по Жен-Минь-Жеба, на иероглифах. Согласились предпринять практические действия по возвращению китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Повторяю, где это в наших средствах массовой информации сказано? Какая Скобеева там или, понимаешь ли, там замечательный Соловьёк? Может, я что-то не понимаю, но, по-моему, это ужасно криво, косо и дико несправедливо. Чего ты леешь в музыку? Ты в музыке, как свинья в апельсинах. Я на Америку смотрю, ну, Звёздные войны. Во главе империи такой полутруп, который каким-то образом передвигается. Что он несёт непонятно, что он думает или не думает непонятно. А Звёздные войны. Прям предсказал Лукас. Ну, вот сегодня тот самый случай. Да ладно во главе Америки. Вон Меркель вышла, сказала. Что она сказала? Что Минские соглашения были временным актом, сделанным для того, чтобы Украина сумела укрепить свою армию. Ну, и тут пошли гневные обвинения на Меркель. Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера. Потому что я всегда исходил, что руководство Федеративной Республики ведёт с нами себя искренним. А, в общем-то, в чём её обвиняют? То есть она просто сказала правду. То есть это был совместный план глобалистов в разных странах. А Меркель, что называется, в теме. Вот что такое канцлер-акт? Это акт, по которому происходит управление Германией якобы Америкой, да? Но на самом деле Германия подчинена вовсе не правительству США. Я об этом раньше специально делал передачу. Германия реально подчинена банковской системе. И управляет финансами Германии семейство Варбургов, которое родственное срочинами. Помните, ведь очень долго главой Федерального резерва США был Пол Варбург. И именно он говорил о том, что мы не мытьём-то катанем, так всё равно установим мировое правительство. А политическое руководство Германии происходит через сыновей завета. То есть через главную масонскую организацию. Вы можете в интернете найти огромное число фото Меркель вот на собраниях этих самых сыновей завета и немецкое отделение. Ну, ещё многие не верят в то, что Меркель и представляет собой самую элиту банковской системы. Я вот у Дэвида Айка ещё более 10 лет назад читал по программу воссоздания Третьего Рейха. Согласно этому проекту, замораживала сперма руководителей Третьего Рейха. И предполагалось, что после окончания войны немецкие женщины будут оплодотворяться этой спермы. Это была сперма руководителей Третьего Рейха. Кстати, в Германии заморозка спермы в сельском хозяйстве применялась с 30-х годов. Так что для человека тут ничего нового нет. Да, замораживать сперму потом производят облодотворение. С большой вероятностью Меркель является дочкой Адольфа Гитлера. То есть она из семейства Ротшильдов. Ведь Гитлер был правнуком основателя династии Ротшильдов и внуком австрийской ветви династии Ротшильдов, Соломона Ротшильдов. Ну, а дальше она была удочерена чужой семьёй, училась в Лейпциге. Ну, и кроме того, она училась в Донецке. Я об этом давно читал в Википедии. И сейчас этот факт просто изъят из Википедии, можете проверить. Она хорошо знает русский. Ну, а реально-то что? Почему возникла такая ситуация с Донецкой и Луганской республикой? Почему продолжались все эти военные действия, все провокации? Да потому что руководство России не признало результаты референдов в ВНР и ДНР. Более того, даже не позволило ополченцам отодвинуть линию фронта от Донецка. Так что обстрелить продолжались. Ну, ополченцами всё это воспринималось как предательство со стороны руководства России. А украинская армия на то время была очень слабой. Так что можно было отодвинуть линию границы очень спокойно, без каких-либо больших потерь и усилий. Более того, можно было вообще захватить большую часть Украины. Ну, в общем-то, такая задача не стояла. Что это было? Ошибка, предательство или так называемая многоходовочка. Об этом подробно рассказывал полковник Алтсинс. Он ещё в Советском Союзе был депутатом Верховного Совета. Вот об этом он подробно рассказывал на канале Сталинград. Можете посмотреть. Очень интересная передача. Это вот такой факт. Ну, ещё вот новости от элиты. Неделю-две назад произошла смерть Эвелина Де Ротшилда. Именно этот человек на известном флоте держит за пуговицы принца Чарльза, то есть нынешнего короля Карла Третьего. И что-то ему выговаривает, как учителем нерадивому ученику, да? То есть явно видно, кто главный, да? Так вот, Эвелин Де Ротшилд считался самым влиятельным человеком в мире. Он возглавлял корпорацию «Корона», комитет «Трехсот» и командовал сити Лондоном. Но несколько лет назад произошло разделение в семействе Ротшильдов, и финансами стал заведовать Джекоб. Ротшильд – глава французской ветви, да? А Эвелин, он возглавлял политическое направление. Ну, это новость о кончине Эвелина Де Ротшилда, я думаю, скорее положительная, поскольку единство в среде глобалистов теперь поубавится. Вот, давайте просто пройдем по самым главным новостям. На Польшу 15 ноября упала ракета, да? Неизвестно, чья, кстати. Давайте, то ли российская, то ли украинская, до сих пор ведутся споры. То ли обе ракеты упали, то ли они взорвались якобы и упали обе. Так вот, давайте посмотрим, что это за дата 15 ноября. Суммируем двузначные числа в этой дате, и опять получаем 68, как в датах 24 февраля 1922 года, и датах начала Первой и Второй мировой войны. То есть опять каббалистика. Кстати, вероятность силе этих совпадений менее 0,01%. То есть это явно была провокация, сделанная каббалистами. Однако вот это событие, вот эта провокация была практически проигнорирована руководством глобалистов. То есть это была какая-то самодеятельность в целях вовлечения в конфликт сил НАТО. Но руководство глобалистов сказало, что пока рано. Вот чья-то была самодеятельность. Ну, я по временю об этом говорить, потому что случилось еще одно событие, которое, в общем-то, показывает с большой вероятностью, чья-то была самодеятельность. На шоу Соловьева, как известно, главные действующие лица – это израильский разведчик Яков Кедми, а также востоковед и бывший глава российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. И поэтому мы продолжаем наши концерты на канале Соловьев Лайв. Для тех, с кем мы не знакомы, Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, экс-президент российского еврейского конгресса, так тоже бывает, телеграм-канал Армагеддонович. Претензии по названию не ко мне, это к Соловьеву, это его изобреталка. Но поскольку мне уж совершенно все равно, под каким прозвищем где находиться, ну, давайте я побуду Армагеддоновичем. Соловьев, Кедми, Сатановский, как вы понимаете, ярые борцы за русский мир, а следовательно, за победу над Украиной. Которая, кстати, названа президентом Зеленским, новым Израилем. Артисту место на сцене, но не в парламенте. Так вот, существует такой план строительства небесного Иерусалима, оглашен был еще примерно 6 лет назад, Игорем Беркутом. Это карта непосредственно самого небесного Иерусалима, она так и называется. Она более крупная, здесь больше все видно. Здесь видно города основные, которые будут существовать в небесном Иерусалиме. Все это есть в интернете, план это широко исследуется в Израиле, и освещается многими блогерами. Это план строительства небесного Иерусалима, то есть нового еврейского государства с религиозным центром в Днепре. Ну, так теперь называется Днепропетровск. В бывшем Днепропетровске, в Днепре сегодняшнем, построены самые большие на земле еврейские культурные центры. Вот именно от него, как корни и как ростки, будут распространяться. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. Так вот, согласно этому плану, в Днепре возникнет новое правительство этого небесного Иерусалима, и Кедми там должен возглавить спецслужбу. Профессиональным политикам тех, которые люди, которые выросли и воспитались в политике, верить нельзя. А Соловьев возглавит средства массовой информации. Для нас вы все герои. Мы с вами. З, Ви, О. Мы все с вами. Мы восторгаемся вашим подвигом. А Сатановский будет ни много ни мало спикером парламента в Днепре. Ну, или так называемого Совета. Ну, кстати, у англичан конституции нет. И, прости господи, у Израиля конституции тоже пока нет. И почему-то живут. Здесь существует взаимное проникновение украинской и еврейской культуры. Евреи дают украинцам свои слова. Названия, например, Соломон, Моисей, Жабатин. Этот самый Беркут вполне официально заявил, я цитирую, что в Украине сверхдостаточно четырех или пяти миллионов. Имеется в виду местное славянское население. Все лишнее должно быть утилизировано. Это его слова. Ну, как утилизировано? Главным образом эвакуацией. Ну, практически это депортация в военных условиях. Когда евреев обижали в Российской империи, евреи собрались и уничтожили Российскую империю. Когда евреев начали обижать в СССР, евреи собрались и уничтожили СССР. Тем, кто хочет видеть Украину без евреев, следует подумать на предмет такого же вывода. Что касается Игоря Беркута, настоящая фамилия Гекка, то это влиятельный украинский политик. Отставной военный, учившийся в Москве, получил дополнительное экономическое образование в Киеве и США, стал банкиром. Его роль в украинской политике напоминала роль Жириновского в «Наши». Он апатажно, с юмором озвучивал то, о чем нельзя говорить. То есть города будут называться не город Шафарск, как по-русски, а будут называться певучи, по-украински. Соломонск, Жабутинск. То есть об Украине, как в новом Израиле. Но об этом уже заявил Зеленский. Таки Беркут был прав. А ведь Жириновский говорил об Украине, как в новом Израиле, еще в 2004 году, в программе «Два против одного» на Санкт-Петербургском телевидении. Говорил и о том, что славянское население потребуется сократить. То есть подготовка идет вот к такому государству. Поэтому в этом смысле часть русских людей погибнет ни за что. Евросоюз-то все их придумка. Смотрите, они сперва у нас попробовали устроить, коммунистический интернационал. Не получилось. Это же они делают, евреи, Брюссель. И Евросоюз, и НАТО, и продвижение на восток. Все они. Все войны затеяли они. Банкиры еврейские. Даже собственный народ они отдали. И Вторую мировую войну. Все они сделали. И сейчас они сделали вот растение СССР, и как бы холодная война, и ее завершение. И собственный народ не пожалели. 6 миллионов сожгли в печах в Германии, то, чтобы заставить кого-то поехать в Израиль и создать собственное государство. Если не удастся Израиль спасти, это ближайшие 20 лет будет ясно, то все они хлынут снова в Россию. И Россия будет их база. Вот почему они сделали СНГ. Почему не в Америку? Там очень сильное лобби. Они просчитали уже, а в Америке нет будущего. Вот апогеи их, это создание великого еврейского государства на территории России. А для этого нужно подготовить почву. Чтоб Буш выигрывал, чтобы арабы были во Франции, чтоб турки были в Германии. Пугать их, пугать, пугать. И подготовить их. Переселение уже сюда, потому что Израиль погибает. Все, ему 20 лет, и ничего не останется. Поэтому всех евреев они заберут. Это миллионов пять. В Америке шесть, одиннадцать. В Европе там четыре, пятнадцать. В России, в общем, миллионов двадцать они наберут. Плюс Россия, русское население, миллионов восемьдесят. Вот сто миллионное государство, говорится, до Урала, они сделают упакованное, красивое, современное технология, вооружение современное. Это можно сделать тем, чтобы Россия перестала ослабевать. С тем, чтобы она стала более мощной, но не благодаря евреям. Чтобы они попытались найти для себя, допустим, родину, может быть, на Украине. С тем, чтобы отключить их от возможности здесь до конца, довести свой вариант в будущем, лет через 30-40, переселение сюда еврейской диаспоры. То есть определенный какой-то вот разыграть русскую национальную карту. Не обязательно антисемитизм, но русскую национальную карту. Десять лет назад глава сыновей завета Генри Киссинджер намекнул на то, что выселение евреев из Израиля запланировано на 22-й год. Очевидно, что план Киссинджера задерживается с исполнением. Имеется выступление президента Израиля Шимона Переса в Днепропетровске по 2010-го года, где было заявлено об установлении контроля Израиля над Украиной. Сегодня есть люди, которые гордо заявляют во весь голос. Мы, евреи, здесь, в Украине. В Украине есть тысячи лет еврейской истории. Украина дала возможность еврейскому народу обрести в ней прибежище на протяжении тысячи лет. Здесь мы могли молиться нашему Богу, скучать по Иерусалиму и говорить на еврейте. В значительной степени Украина стала родильным покоем и колыбельным для государства Израиль. Здесь родился великый хасидизм, великое движение хасидизма, которое возглавлял Равин Баальшемтов, Равин Нахман из Браслова. И сегодня... И здесь, из этого пламени, из этого пепла возродилась замечательная, великолепная община в городе Днепропетровск. Это меня очень волнует как человека. Это меня исключительно волнует как еврея. Вы знаете, что у еврейского народа всегда было больше истории, чем географии. У нас почти нет земли. У нас почти нет воды, водных ресурсов. Но у нас есть замечательный природный ресурс, который называется еврейским народом. Можно вспомнить и высказывание Троцкого о необходимости радикального сокращения славян и установления сионистской власти на Украине. Аргументация необходимости создания нового Израиля на Украине основана на истории хазарского каганата. Кстати, на гербе нынешней Украины знак Тамга, так же, как на хазарских печатях и монетах. По каббалистическим расчетам Михаиля Лайтмана новый Израиль в Украине возникнет в 31-м году, а по расчетам команды Беркута в 29-м. Корни антисемитизма никто не знает. В первую очередь евреи не знают, за что их ненавидят. Они считают, что из зависти из-за какой-то. Название Небесный Иерусалим взято из апокалипсиса. Для выдавливания славян земель Украины были запланированы военные действия. То есть подготовка идет вот к такому государству. Поэтому в этом смысле часть русских людей погибнет ни за что. А в 14-м году за программирование событий на Украине взялась американская киноиндустрия, контролируемая сыновьями завета. Я уже сказал о сериале «Мадам госсекретарь» с лидером украинских националистов Зелинским или Зеленским. Зелинский психопат, притворяющийся патриотом. Украинская радикальная националистическая группа, именующая себя рыцарями Киева, взяла на себя ответственность за нападение на Марию Острова. Ух ты, мой русский, наверное, в бешенстве. А как иначе? Это лидер группы Олег Зелинский. Хорошо, и где сейчас Зелинский? Ушел в подполье, сэр. Однако разведка докладывает, что он может скрываться со своими последователями в лесах, где-то в западной Украине. Скажи своему президенту стать Зелинского русским, иначе штаты выходят из игры, и вы сами по себе. В этом сериале говорилось о продвижении российских войск по югу до Одессы и даже демонстрировалась карта, близкая к той, что демонстрировал Беркут. В докладе ЦРУ из этого фильма звучит следующая фраза «Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья Черного моря от Луганска до Одесской области». Восточная Украина станет независимым государством с границами вдоль северного побережья Черного моря, от Луганской до Одесской области. По приказу президента Островой, вы должны отключить этот трубопровод. Агентура сообщает, что русские готовят обширную атаку на Мариуполь, один из трех городов в их чрезвычайном списке. Украина немедленно должна стать членом НАТО. Россия согласится возобновить поставки нефти и газа всем странам Европейского Союза, незамедлительно и без перебоев, как минимум на 15 лет. Как видно, украинская армия не позволила полностью осуществить план СРУ. А вот что сказал Кедми на этом шоу. Не надо церемониться и следует применить против Украины сразу стратегическое ядерное оружие. То есть речь идет уже не о тактическом, а о стратегическом оружии. Они сами говорят и не понимают. Говорят, если начнется применение тактического ядерного оружия, это сразу приведет к оксалации. Если эта эскалация приведет очень быстро к применению стратегического ядерного оружия, так зачем ждать? Может, сразу начать с ТУЗов? А зачем применять тактическое ядерное оружие, когда можно применить стратегическое ядерное оружие? То есть по Кедми надо пойти на уничтожение миллионов людей. Поразительно, но я не слышал какой-то реакции на это заявление Кедми ни со стороны нашего руководства, ни со стороны прессы. Молчок. Ну что выходит, что такой вариант тоже входит в планы нашего руководства, что ли? А с реакцией нет. А ведь это соответствует плану строительства Небесного Иерусалима. Кроме того, полноценная ядерная война – необходимые условия для пришествия Мышах. Это еще давно было заявлено. Но вот в советское время за подобные слова человек был бы сразу арестован или помещен в психушку, как минимум. Понимаете? Говорить об уничтожении миллионов людей с помощью стратегического ядерного оружия – а у нас молчок. Но создание Нового Иерусалима официально планируется на 2029 год. Если это планируется на 2029 год, то, следовательно, они планируют продолжать кровопролитие еще несколько лет. То есть еще долго. Ну и тут вспоминаются знаменитые слова президента Трумэна. Именно по команде Трумэна были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Магасаки. Что он говорил? Что во время Второй мировой войны? Если будет побеждать Германия, то мы будем помогать Советскому Союзу. Если будет побеждать Советский Союз, мы будем помогать Германии. И так мы это будем делать для того, чтобы они взаимно уничтожали друг друга. Вот видите, тут такая же политика глобалистов, но прежде всего со стороны США. Еще надо обратить внимание на следующий факт. На время действия так называемого закона об эвакуации. Начинает он действовать весной 2023 года и заканчивается в 1929 году. Ну что, это случайность? Не думаю. Еще один факт. Шойгу планирует строительство новых городов в Сибири примерно на 5-7 лет. Опять что ли случайность? Или это все согласовано? Министр обороны России Сергей Шагу заявил о планах построить в Сибири 5 новых городов. Они станут центрами новых производств. Минусинск был основан в 1739 году и в начале своей истории сюда ссылали преступников. До 1930 года на современной части города главной достопримечательностью была тюрьма, а сам остров Тагарский был местом для пастбища. Все изменилось, когда советские власти захотели построить в Минусинской котловине новый электротехнический комплекс. Местные жители со скепсисом относятся к идее министра обороны России Сергея Шойгу. Город, который больше известен сельскохозяйственными достижениями, не верит в реализацию проекта. Теперь, 1 декабря, начал действовать приказ ФСБ практически об ужесточении цензуры в виде борьбы с иноагентами. На канале «Россия-1» Зеленского предложено официально объявить антифристом. Представляете? То, что сделал Зеленский для меня, как для православного христианина, знаете, это не преступление. Это огромный грех перед мной, перед всеми людьми, которые считают себя православными христианами. Строительство храма любого, есть меценаты, есть спонсоры, но есть община, которая собирается, принимает решения, вкладывает деньги, кто что может, и строит. И теперь Зеленский говорит, я это все изуму. А лавра, понимаете, лавра это же для Зеленского и для его окружения, а там же, я прошу прощения, там нету ни одного православного, и христиан там нету. Это имущество, это же бабло, это же ядро города, понимаете? И в каждом городе храмы, которые находятся, это деньги, это имущество. Понимаете, я никогда не думал, что настолько Зеленский асатанеек. Вы правильное слово употребили. Но вот когда вы сказали про сатанизм, мне кажется, что вы глубоко правы. Это действие против веры. И делать это могут только те, как вы сказали, которые поклоняются совсем другому, врагу рода человечества. И его, и, к сожалению, Зеленского и его политику поддерживают не только США, а именно благодаря поддержке США, вот это происходит в Украине. Надо акценты ставить конкретно и не стесняться. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход Антихриста. Официального Антихриста. Этот человек, с точки зрения православия, это классический Антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто Зеленский, это Антихрист. И Антихрист, и его действия, и фактически, и там, значит, практически, и документально. Он оформил это. Он с дьяволом заключил договор, и он притворяет жизнь то, что он заключил. Здесь не может быть никаких, там, знаете, вот, дипломатий, там, значит, это самое, фамильлярность, там, и так далее. Второе. Кто это делает, пехота, это яничары. Вот это новые нео-яничары, которых возглавляет Антихрист, и они творят, вообще, мерзость. Мерзость! А вспомним, что на эмблеме «Единой России», там Антихрист, да? Что на российском паспорте, там, как и на эмблеме «Единой России», бафомет. И было до этого удивительное высказывание Пескова, нашего знаменитого пругоносного товарища. Смена власти на Украине не является целью СВО, представляете? Вот и получается, что Зеленский спокойно приезжает в Херсон, появляется на линии фронта, и по нему даже не ведется огонь. Вот такая ситуация. Вот. И еще одно удивительное событие, мобилизованным с подачи нашего патриарха, был предложен молитвенник, где наш президент назван архистратигом. Известный наш религиозный дед Диакон Кураев назвал такой проект еретическим. Ну, я бы его назвал фарисейским. Ведь кто такой архистратиг? Это глава святого воинства в битве с силами сатаны. А что у нас на эмблеме «Единой России», что на паспорте образца 97-го года? Какой знак показывают наши руководители, включая наших обоих последних двух президентов? Ну, а президент у нас одобряет трансгуманистические проекты, медицинские процедуры, тотальный контроль, переход на цифровой рубль. Ну, и так далее. Можно продолжать по списку. Ну, а главные ориентиры для нас кто? Доктора, так называемые, Шваб и Кейсинджер. Вот главные авторитеты. И еще одна новость. Ну, это уже было недели три назад. В аргументах и фактах появилась статья Павлова, генерала Павлова, помощника главы Совбеза, о необходимости проведения десантонизации на Украине. И там одна известная организация так осторожненько была, ну, даже не названа, а как бы так осторожно сказано, что, ну, как бы она относится к секте. И сразу же последовала гневная реакция Берлазара. И Патрушеву после этого пришлось объясняться главе Совбеза, да, и главе ФСБ. Ну, и теперь, значит, это уже не секта, да. Сектой его нельзя называть. Так что вот произошел шаг вперед по Ленину и два шага назад. Вот такая, на самом деле, анекдотичная ситуация. Ответ-то ясен. Надо распространять правду. Вот если бы об этом проекте строительства Небесного Иерусалима прочитало бы как можно больше военных, политиков, то, естественно, весь бы этот конфликт остановился, ну, за 2-3 месяца, я думаю, он бы остановился. Если бы люди узнали о том, что творится, да, и какие цели ставит этот проект. На какое время он рассчитан и на какие жертвы, да. Я думаю, сразу бы все остановилось. Ну, не сразу бы, но до людей бы дошло, что это надо прекращать, это безумие надо прекращать. Видите, мы видим карту Нового Иерусалима, да, и разделение Украины на Новые Республики. Значит, этот проект широко обсуждается в Израиле. Ну, и потом даже в Европе это обсуждается, вот такие карты. То есть, Небесный Иерусалим, видите, на юге Небесный Иерусалим. Заметьте, что Крым в него не входит. Крым – это отдельная история, да. Крым остается российским по этому плану. Ну, что там будет, тоже вопрос, потому что, по всей видимости, там тоже предполагается сокращать население, выдавливать оттуда, да. Сохраняется ЛДНР, как вы видите, да, то есть Донецкая и Луганская республики сохраняются, да. Возникает Северная Республика со столицей в Харькове, да. А у Небесного Иерусалима две столицы – это Днепр, религиозная столица, и культурная столица Одесса, да. Остается Центральная Республика Украина со столицей в Киеве, да. Западная Республика Украина со столицей во Львове, да. Румынская Республика Украина со столицей в Черновцах, да. Ну, и Закарпатская Украина со столицей в Ужгороде. Вот такой проект деления Украины, да. Ну, а следующий этап у глобалистов – это уже деление России. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. После того, как наши войска ушли из Херсона, состоялась встреча на Бали между товарищем Си и президентом Байденом. Рассказывал об этом Андрей Деятов, известный гитаревет. Он читал публикации в «Китайские газеты» по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а что там происходило на саммите Азиатско-Тихо-Кианского экономического содружества, АТЭС, в Таиланде? А этот саммит был 19 ноября. Дать, так сказать, оценку обстановки с позицией. А что там, собственно говоря, из китайского-то угла видно? Вот на английском-то языке материалы опубликованы. Наши замечательные аналитики, их всех там прочитали. Аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас. Все ради вас. Выбирай, кем хочешь быть обманут. А выроглихов-то что? А там-то с китайской стороны, как это вообще китайско-американские отношения в ракурсе текущего момента и перспектив развития обстановки видятся? Ядром смыслов того, что произошло на саммите Ж-20, была встреча Си Цзиньпина, это китайского лидера, с Байденом, это американский лидер. Если говорить о том, что там главное, это те, кто там был, из вершителей судеб. И это переговоры Си Цзиньпина и Байдена, которые продолжались более трех часов. И чего там не было? А не было там Путина. И вот в этой связке трех сил, а закон перемен в связке трех сил, США и Китай достигли сговора, а России там просто не было. Почему? Потому что Россия – это страна первого лица, а его заместитель в любом, так сказать, чине и достоинстве – это фигура, не вызывающая никакого содрогания на этом глобальном уровне. Был там, конечно, министр иностранных дел, но тут ничем похвастаться невозможно. Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Но завтра-то у нас двадцатка. Двадцатка. К ней готовьтесь, я так понимаю, да? Ну, естественно, завтра несколько выступлений. Две силы находятся в сговоре. Я сейчас вам процитирую, откуда этот сговор берется. А это я вычитал не из английских там каких-то, или там наши даже какие-то замечательные корреспонденты, что-то там. А то, что иерография Жемиджебао сообщала. У нас же за китайской стену-то китайской иероглифики мало кто заглядывает. А там совсем другие смыслы. Более того, и читать-то эти смыслы у нас никто не умеет. Почему? Потому что ситуация какая. Я вам честно скажу, вот советское китаеведение, оно еще умело читать китайский смысл. А российское китаеведение, оно не понимает китайщину. Оно не понимает мышление китайцев. Делается анализ с точки зрения европейского мышления, в логике абстрактно-понятейного мышления. А китайцы, у них мышление, поскольку они думают иероглифами, у них мышление другое. Оно называется, значит, конкретно символическое. И этого наши замечательные ученые, значит, и там прочие аналитики, культурологи, политологи. Они вообще не понимают, о чем речь идет. Мы повсюду расставили легионы пастухов. Конспирологи, эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Почему? Потому что они занимаются анализом, а надо заниматься оценками. Анализ на два, оценки на три. Итак, что же там происходило? Я сейчас зачитаю цитаты. Встреча Байден-Си Цзиньпин 14 ноября на остре Бали, в китайской формировке. Стратегические и конструктивные переговоры. Это официальный текст по Женмин-Жибау. На иероглифы. Стороны согласились предпринять практические действия по возвращению китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Я почему назвал оценку? Оценка на три. Которую я сейчас сделаю. Китайско-американский сговор. Где Россия, я вам скажу потом. Цитата из Си Цзиньпина. Наша планета достаточно обширна, чтобы позволить Китае и США самостоятельно развиваться и совместно процветать. О чем идет речь? О том, что стороны, которые согласились предпринять практические действия, возвращаются к схеме двуполярного мира. На планете достаточно места для США и Китая. Где тут Россия? Речь идет о чем? О том, что глупость несусветная под названием «многополюсный мир», которую продвигают наши замечательные концептуалы в лице министерственно-странных дел, администрации, президента. Это то, чего в физике нет. В физике есть только два полюса. И никакой многополярности в физике нет. Поэтому придумка о том, что может быть какой-то многополярный мир, это то, чего в природе нет. Поэтому ничего и не получается. Вот небо – это плюс, а земля – это минус. А человек между ними. И между небом и землей есть многосторонность. У китайцев при переводе иероглифов на английский язык – это multilateral. Multilateral – это многосторонний мир, но ни коем случае не многополярный. Си Цзиньпин, наша планета достаточно обширна, чтобы позволить Китае и США. Вот они, вот он, где сговор. Самостоятельно развиваться и совместно процветать. Вам, американцы, североатлантический блок. Ну, Атлантика, по-китайски Атлантический океан – это Западный океан. Западный океан. Иероглифами никакой Атлантики нет, есть Западный океан. А нам, китайцы, нам, понимаешь, Тихианская зона. А как назывался доклад Си Цзиньпина на азиатско-тихокеанском экономическом сборище в Бангкоке? В духе солидарности и ответственности – это китайцы говорят – формировать азиатско-тихокеанское сообщество единой судьбы. Нам, Си Цзиньпин говорит, азиатско-тихокеанское сообщество единой судьбы, где мы, китайцы, будем главными. А вам, Байден, это Европа, вам Запад, вам, понимаешь ли, НАТО – это североатлантический альянс, да? Это ваше. Дальше что еще Си Цзиньпин там наговорил? О том, что встреча 3,5 часа имеет большое значение и решения имеют руководящее значение для следующего этапа китайско-американских отношений. Наметили следующий этап китайско-американских отношений. Что же было сказано про Тайвань? У нас нагнетает какой-то ажиотаж вокруг Тайваня. Это что такое, понимаете? Никто не понимает вообще, что такое для китайцев Тайвань. Они же единоутробные. Это вы, понимаешь ли, белые обезьяны с вашим православием, значит, братья и сестры. На Украине, братья и сестры. И в московском патриархате все братья и сестры. И вы, братья и сестры, можете вести братоубийственную войну. Ну, вот специальная военная операция, обстановка на Украине. С точки зрения китайцев. Это братоубийственная война. И нам с европейской, так сказать, точки зрения, всякие там эксперты говорят, да, китайцы будут, понимаешь ли, с единоутробными братьями и сестрами вести эту братоубийственную войну с Тайванем. Это невозможно. Это у вас возможно, белые обезьяны, братоубийственную войну вести, которая называется специальная военная операция. А у китайцев для того, чтобы реализовать китайскую мечту о великом возрождении наций и желтых людей, лучших из лучших. Не может быть братоубийственной войны, потому что это расходится с целью и с целеполаганием, понимаешь ли, этого великого возрождения китайской мечты. И сколько бы ни рассказывали, значит, наши замечательные аналитики с европейским взглядом ума, что там, возможно, какая-то война, она невозможна, поскольку цель великого возрождения китайской нации. А у вас какая цель? Безопасность. А у них какая цель? Создание сообщества, единая судьба человечества, под нашим желтым нацией командованием. Мы ядро. И что там было сказано? Китайско-американское. В китайско-американских отношениях Тайвань выступает красной линией, которую нельзя переходить. В китайско-американских отношениях Тайвань выступает красной линией, которую нельзя переходить. Что же Байден сказал? А Байден сказал, США не стремятся к конфронтации или конфликту с КНР. Что они еще сказали? США не поддерживают независимость Тайваня. Внимательно читай еще раз. США не поддерживают независимость Тайваня. Все, что там крутится, вертится в средства массовой информации, надувают там какие-то опасности. Завтра там, понимаешь, десантная операция, полный идиот. Не стремится к новой холодной войне, это Байден. И не намерен конфликтовать с Пекином. Вот что сказал Байден. А еще что он сказал? Что надо поддерживать каналы связи открытыми. Это о чем они договорились? 14 числа, ноября месяца, на Бали. И согласились выработать руководящие принципы для развития отношений. Задача? Кому поручено? Рабочие команды должны приступить к переговорам как можно скорее. Вот где сговор. Китайско-американский сговор. А когда этот китайско-американский сговор, так сказать, получил импульс? Для того, что вот я вам сейчас читал, а это все произошло 9-го, 11-го, 22-го года, когда Херсон был сдан вооруженными силами России. Что же стороны отметили? Что специальная военная операция вооруженных сил России в Украине – это глобальный, комплексный кризис. Сдача Херсона – это важный, поворотный момент. Я читаю, я читаю вот то, что в Жен-Мен-Жебау иероглифом было написано. Какая же перспектива-то? Конструктивное сотрудничество. Как называются отношения между Россией и Китаем? Они называются добрососедством. Договор у нас называется о добрососедстве, стратегическом взаимодействии и партнерстве. Взаимодействуют соседи. Значит, у нас в России с Китаем речь идет о партнерстве. Что такое партнерство? Партнерство – это купи-продай. А у китайцев с американцами конструктивное сотрудничество. Услышьте название. Китайцы мыслят иерографы. Китайское мышление конкретно символическое. От того, как называется, очень многое значит. Наши замечательные аналитики, читая по-английски, они, да даже и по-китайски, все равно находятся в этой логике, понимаешь ли, исключение третьего, в борьбе противоположностей, в двоичности, в шахматах. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. Геополитика. Нет никакой геополитики. Тех, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка, наземная. А мир-то у нас. Трехмерный. Поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Евреи хорошо знают, о чем идет речь. Евреи-то в большой игре на три. Они с китайцами рука об руку. Почему? Потому что они знают, как на три. Многополярного мира нет. Есть мир многосторонний. И эти стороны сидят за карточным столом истории. А не за великой шахматной доской, которую вам подсунули. Кто подсунул? Кто понимает, как обыграть тех, которые будут на два. Вот Си Цзиньпин поздравил избрание Такаева президентом Казахстана. Кто же победил-то? Знаешь, Бог охраняемое отечество, которое в начале 22-го года там посылало воздушно-десантные войска на подавление каких-то, значит, возмущений в Казахстане. Методами насилия применения войск. Или Китая, который мирно захватил Казахстан. Почему? Потому что Казахстан выстроен прямо туда. Один пояс, один путь. Какой пояс? Это экономический пояс Великого Шелкового Пути. Вот как он решается без применения оружия. Китайцы уже все прихватили. А один пояс, это что? Это как раз АТС. И там они все прихватили без применения оружия. А чем занимаются наши вооруженные силы? Они побеждают на поле боя. Сначала Херсон, потом сговор, потом укрепление. Ситуация, так сказать, локализация в духе солидарности и ответственности формировать азиатско-океанские сообщества, единственные судьбы. Ну, ведь как начинались китайско-американские отношения при Трампе? Ну, полные там, значит, перспективы. Но Трамп решил, понимаешь ли, исправить финансовый крен в сторону Китая и учинил торговую войну. Китайцы, они веками меряют перспективу и ждали, когда вернутся демократы. Демократы вернулись. Это Байден. Дальше китайцы подождали. Подождали, чем кончатся промежуточные выборы. Промежуточные выборы 8 ноября, 9 ноября оставление Херсона, 14 ноября встреча Байдена-Си Цзиньпин. Стратегический и конструктивный переговор. Уровень стратегический, результат конструктивный. Достигли консенсуса. В китайском тексте достигли консенсуса. Это перевод, конечно. Произошло то, что опять спелись. О чем спелись? О новом валютном мире и разграничении сфер контроля. Как была встреча Си Цзиньпина с Байденом? Си Цзиньпин стоит. Чуть раньше вышел. А Байден к нему идет. То есть Си Цзиньпин действием в международном дипломатическом протоколе. Если он стоит, а к нему идут, то он кто? Хозяин положения. Он, принимающая сторона. Это в телевизор показали. Никто ничего не объяснил. Принимающая сторона. Он стоит. Ну, под конец сделал шаг вперед. Небольшой шаг вперед. Я много наговорил. Мало кто понял. Уверен, пробьет. Яка с нами Бог. Оказывается, что на этой встрече было решено не начинать войну за Тайвань между Китаем и Штатами. То есть Китай и Штаты договорились. Они считают себя теперь гегемонами во всем мире. Мир становится двуполярным. Ну и следующий этап – деление мира между Штатами и Китаем. То есть, по мнению встречавших со сторон, Россия ослабла до такой степени, что уже перестает быть крупным игроком на мировой арене. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Медведь при смерти. Ни о какой игре в таком состоянии речи быть не может. Я понимаю, что такое в сценарии, но вам самим разве интересно играть с мертвым противником? Что предлагаешь ты? Вернуть медведю часть силы. Убрать из управления всех этих недоумков. Созвать смыслоносцев. Расставить. Играть по-настоящему. Предложение интересное. Вы понимаете, если на нашем первом телеканале предложили его называть Антихристом, то я думаю, в настоящее время он является одним из главных кандидатов в Антихрист. Естественно, ничего с ним не случится. Он будет популярным политиком еще довольно долго. То есть, его сейчас мировая популярность практически зашкаливает. Опять-таки, искусственно все это сделано. А проект Зеленского когда начинался? Был такой сериал в Голливуде сделан. Уже в 2014 году Зеленский был назван президентом Украины. Представляете, 2014 год. Ну и там уже писалось о том, что Россия захватит в Украине часть восточной территории. Вот как давно все это планировалось. Представляете? То есть, Зеленский – это очень давний проект. Ну, а этот проект был поддержан главным олигархом Украины Коломойским. Главным денежным кошельком, кстати, для той организации, которую теперь нельзя называть сектой. Вот так. Видите, очень давний проект. Так что, я не думаю, что Зеленский уйдет в небытие. Нет, он будет популярным политиком. Станет ли он антихристом? Вот в этом я сомневаюсь. Более того, я думаю, что сейчас между глобалистами настолько велики противоречия, что они в ближайшие годы не сумеют выбрать этого самого мышаха. И остается вот такой естественный вариант, что мышах в результате будет виртуальным. То есть, это будет искусственный интеллект, и будет он замыкаться на суперкомпьютер-зверь в Брюсселе. То есть, каждому человеку они хотят присвоить число зверя, то есть число в этом компьютере. Ну, и в конце концов, каждому вставить чип. Ну, это вот такой план на последующие десятилетия. Так что, вполне возможно, что никакой человек и не станет мышахом. А в качестве мышаха будет рассматриваться искусственный интеллект. Вот, возможно, такой вариант. Если им не удастся договориться. А ведь насчет мышаха давно писалось, что мы должны выставить несколько кандидатур, и потом будем смотреть, как они друг с другом будут конкурировать. Это проект еще 19 века. Понимаете, вот он сейчас осуществляется. Они смотрят, кто лучше подходит на эту волю. Вот сейчас мне кажется, что главным кандидатом является именно Зеленский. Артисту место на сцене, но не в парламенте. Главная его задача продолжать военное действие. Ведь он не идет ни на какие уступки и говорит о том, что скоро украинские войска пойдут на Крым. Но видите, как мы выяснили из планов глобалистов, что Крым не будет присоединен к Украине. Да, Крым будет самостоятельной республикой. То есть вот такие пугалки он делает с тем, чтобы военные действия продолжались и дальше. Видите, ни одна страна не хочет идти на компромиссы. Если бы все эти планы показать военным с обоих сторон, то есть с украинской нашей, я думаю, военные действия быстро бы затихли. Если бы они поняли, в чем тут дело. Это дело каждого. Потому что от того, что будет происходить, зависит наша судьба. Хоть небольшое, но положительное влияние всех этих выступлений есть. Так что если бы много людей этим заинтересовалось, то картина была бы совершенно другая. И глобалисты бы так не продвигались, как это делается сейчас. Ну, как вы понимаете, год будет сложным. Я бы хотел пожелать, чтобы вы не теряли самообладание, готовились к будущим событиям, берегли своих детей, заботились о стариках. Создайте обязательно запасы самого необходимого. Заботьтесь о своем здоровье. Ведите здоровый образ жизни, чтобы в сложные времена здоровье вас не подвело. Ну, выкиньте из себя ненависть кому-либо. Ну, и что бы ни происходило в дальнейшем, боритесь за себя и своих близких. Так что здоровья вам и сил в наступающем году. Я думаю, все будет не так плохо, как нам обещают глобалисты. Старый еврейский анекдот про Равина Кургин. Кургин – крестьянин. Когда все куры подохнут, рыба скажет мужику, жаль, они все подохли. А у меня еще было столько хороших рецептов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова